Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Шур Гагеря Николаевич. Откуда вы приехали? В Сиренскую области. Место службы вашей? Гончаровск. Название какого? Сержант. А назовите фамилию вашей командиром? Это обязательно. Ну, желательно. Не может, не надо. Если в Суисе, то они сами себя назовут. Понятно. Для чего вы сюда приехали? С какой целью? Цель антитеррористической операции. Кого вы собирались здесь увидеть? Террористов. Каких? Да я теперь даже и сам не знаю, каких. Наверное, тех, которые из-под пуль меня вытащили. Которые спасли вам жизнь, да? Ну, вам говорили, тут террористы какие? Кто здесь? Там русские, чеченцы, там, ассертии. Да, да, да. Против этих вы сюда пришли воевать, да? Да. Ну, защищайте. Я так понимаю, что вы пришли кого? Своих мирных населения. А на выходе оказалось, что здесь обычные работники, шахтеры, крестьяне, они борются за свою землю от... Даже не знаю, как назвать это правительство, эти сборные силы, которые от нас даже отказались. Даже вот, телефон лежит, постоянно на связи, нахожусь даже никто не позвонил, не поинтересовался. А, связь с вашими командирами, ополченцами, то есть с служивцами есть, да? Вы можете спокойно с ними связываться? Да, 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 так я не хочу им звонить. Они знают, что я на связи. И вам никто не звонит, да? У меня никто не звонит. А осознаете вы, что украинская армия ведет войну гражданскую здесь? Здесь не антитеррористическая операция, а идет гражданская война. Вы это осознаете? Это антитеррористическая операция Тимазомата. Это называемая... Это один сплошной фарс. Это просто отмывание денег. И это уничтожение... Вчера привезли девочку. И наши военные с осколком убила мать, девочку родила осколком. Осколок 5 на 5 сантиметров. Это так нормально? По мирному населению бомбят. Уже получается не защита населения, а идет истребление. Вы с этим можете согласиться? Согласен. Можете рассказать, как вы попали в плен? Легко. Нас отправили на блокпост. Хотя, что такое блокпост? Это на дороге блок, стоп-контроль, проверка документов, проверка техники. Выехали, высота. Мы просматриваемся. Начали бомбить свои же ограды. Так вы, получается, попали под свой обстрел, да? Под свой обстрел. Вас обстреляли свои? Да. Дали команду уходить отсюда. Мы собрались на череже, попали в засаду. В итоге меня взрывом выбросило из танка. Ну, вот здесь я и нахожусь. То есть, эти так называемые террористы, сепаратисты мне спасли жизнь. Хотя я их так больше не назову. Да, это общался с ними, это шахтеры, работяги, которых жизнь застанет. Нет, никто. Все. Вы нормально себя чувствуете? Да, я вам уже на правку иду. Ну, еще на операции, с ногой жидкостью откачали, три года уходить. Вот когда вас вернут на родину, выпустят с плена? Я даже не знаю, что со мной будет. Я, честно, я боюсь возвращаться. Это начнется волокита. Не знаю, или посадят, или где-то зароют свои же. Меня еще будут считать, как и предателя. Хотя я никого не предавал. Если передам даже вот именно военным, украинским, и всем людям, кто служил в украинской армии, вы почитайте внимательно текст присяги. Там написано «Служу украинскому народу». А не этим продажным крысам, которые денег себя отмывают. Как долго вы находитесь на нашей территории? Сколько времени здесь воюете? Времени, времени. 26 числа приехали, и 26 числа вот я и здесь. Дальнейшие ваши действия, если вас опять заставят сюда ехать, вы... Да, уже никто не заставит. Военный билет сгорел вместе с танком. И хорошо. Вы уже, получается, не военно обязаны, да? Уже нет. Я не согласен. Я 13 лет долго отдал свою родине. Хватит. Ну, что-то хотите пожелать? Пожелать. С отечественникам? С отечественникам. Мужики, послушайте. Серьезно послушайте. Я думаю, всем меня в деле. Неоднократно, и по телевизору, и в газетах. Это не наша война. Эту войну развязали политики. Это грязная война. Идите нахрен отсюда вы. Люди борются за свою землю. Тоже не думайте сюда лезть. Все. Я шуму, я сказал. Вот и мое ранение. То есть, кумулятивной струей обожгло руку и шею. Правая нога побита осколками. Левое сквозное ранение бедра осколком. Ну, и опорванные сосуды и мышцы. Взрывом из танкового вырастила. Откуда вы родом? Откуда вы? Где вы родились? Суду Бегач. Минск район Черниговской области.